проклятые рудники ну что начинаем прямой эфир наверное первый прямой эфир до после новогодних праздников сейчас ребята я переверну камеру все будет нормально я сейчас пока выезжаю кручу балдой поэтому не думаю что надо смотреть а тема на самом деле интересная и она с одной стороны могла бы тривиальной быть если бы об этом много кто задумывался но об этом нифига никто не задумывается как я понял из беседы со своими знакомыми то есть очень сильно формирует мнение то что человеку попадает в голову из различных информационных источников и если этих источников мало то и мнение у него как правило вообще не формируется она просто в голову перетекает из этого источника и там и застревает я так как альтернативы никакой нет что он и принимает это за монету зачистую и начинает оперировать этими же фактами причем стоит ему их употребить несколько раз в разговорах с разными людьми как он уже начинает думать что так и есть то есть это такой элемент самоубеждение это вообще жестко работает это про вранье хорошо работает если ты решил что-то сам соврать надо это вранье повторить несколько десятков раз разным людям и все и все ты сам в это поверишь и будешь активно про это рассказывать и через несколько лет особенно если это повторяется каждый застолье будет все замечательно получаться ну так вот нам постоянно рассказывают про маски про локдаун про вакцинацию но я источниками разными пользуюсь и поэтому у меня возникли ряд вопросов не только у меня на самом деле у разных людей эти вопросы возникают но с их можно законсолидировать в одну из многих групп первое вот например давайте сразу про вакцину с артиллерии сам где тяжелый если вакцина безопасно как убеждают почему тогда не предусмотрена страховка или какая-то компенсация за побочные какие-то самые вещи при применении вакцины причем это экспериментальная вакцина что называется потому что она собственно говоря не отопробована до конца принципе можно было бы сам где предусмотреть это дело я думаю что народ бы понимаешь что государство берет на себя защиту или страховые компании в плане сам того что если вдруг что-то пойдет сам где не так то человека вылечит там и все такое или по крайней мере будут будут так оказывать медицинскую какую-то помощь которые за пределами госсамских страхований находится или это пойдет в медсам страхования то люди просто говоря пойдут и и делать потому что многих просто пугает это все дело вот вакцинация из-за того что тоже какой-нибудь один из источников сам сообщил им что это чипирование там или что-то такое и они собственно говоря переживают по этому поводу другие же говорят наоборот все нормально ну то есть мнение одно если мне не несколько то возникают самые вопросы почему второй момент давайте скажем так если маски работают вот если маски работают то есть мы пользуемся масками человек пользуется один маской с другой то зачем собственно говоря нужно дистанции которые все равно не соблюдается в каких-нибудь общественных местах зачем за это сам карать что называется и вообще про это говорить ну давайте тогда просто следить за масками намного проще чем за дистанция обязались людей расчерчивать какие-то линии в одном месте мы это соблюдаем очередях стоим другим месте жопами тремся дистанция вообще как бы не защищает ни от чего потому что в одном месте она соблюдается другом нет если масок достаточно зачем соблюдать самки дистанцию ну прям противоположный вопрос хотя это более сложные концепции если дистанция помогает на кое хрен тогда маски а ну да конечно если одно плюс другое там учу еще есть этот проездной билет помните как анекдот есть когда сам контролер подходит есть билет есть билет давай показывай показал билет хочет уходить это у меня и грит еще один билет есть год зачем а на всякий случай ясно зачем а вдруг я первый потеряю ну ладно а если ты оба потеряешь а чукчи не дурак учу чипроездной билет есть извините конечно чукчи это понимаете со времен самокисовка скажем так анекдот когда почему-то непонятно почему чукотский народ ассоциировался с какой-то недоразвитость может быть так и было собственно тогда не то что они там интеллектуально там отсталые но менее цивилизованные были и поэтому над ними хахалились хотя на самом деле мне никаких совершенно предрассудков относительно населения с чукотского нету вообще так как видите камеру перевернуть я хочу я уже наверное не перевернуть а вот перевернула давайте дальше а то сказал что переверну а сам не переверну вот давайте дальше если масок и дистанции самки достаточно зачем тогда нужна вакцинация ну если все это работает зачем тогда нужна вакцинация. Ладно, скажем так, очень трудно, на самом деле, проверить, соблюдает ли человек масочный режим и держит ли это дистанцию. Может быть, а социальным типом каким-то, который наперекор всему не будет соблюдать это ничего, подставляя других людей под удар, которые готовы маски носить и дистанцию соблюдать. Ладно, тогда давайте так, наоборот, если вакцина эффективна, тогда зачем нужны маски и с дистанцией социальной. Ну, если человек, потому что у нас нет такого, что я вакцинированный человек, вот я могу сказать, я вакцинированный, и все, или мама моя там вакцинированная, или там отец, который 65 плюс, и все, им все равно нельзя, там где 65 плюс, запрещено находиться, им запрещено находиться. Да? А смотрите, если, и уж тем более, если вакцина, ну, работает, зачем нужен локдаун, карантин, ну, или если маски работают и с дистанцией работы социальной, зачем нужен локдаун, опять же, вот это вот самое сложное. Ну, да, мы готовы носить маски, хер с ним, мы готовы дистанцию соблюдать. К локдауну никто не готов. Это показала еще первая волна карантин. Или тогда, если локдаун есть, зачем нужны маски и, на самом деле, дистанция социальная, и зачем прививаться тогда вообще? Понимаете, уж больно много мер, которые, ну, кто-то скажет, наверное, да, лучше перебдеть, чем-то недобдеть. Извините, друзья мои. Вот, например, лично я. Я переболел. У меня высокий титр, ну, антител. Да мне кажется, я, как бы, ну, поднасрать бы должен уже бы на все дистанции социальные, на маски на все, на локдаун, на локдаун, тем более. Да, я готов, чтобы не напрягать других людей, чтобы они не переживали, что я там, может, какой-нибудь, там, это ковид, ну, ковид-диссидент, чтобы они, они же не знают, что я переболел и все такое прочее. Я готов носить себе маску, чтобы они, там, ну, успокоились. А то стоит мне, там, пукнуть, там, кашлянуть, и народ переживать начинает, а не коронавирус ли, там, у меня. Сейчас я всех позаражаю. Да, хорошо, я захожу в общественное место, куда-то, вот, я, если, ну, еду по делам, я надену маску, как только зайду. И даже если на полу нарисована херня какая-нибудь, разметка, я буду соблюдать эту разметку. Мы как эти, ну, если живем, а там еще камеры, конечно же, будут. Мы сейчас уже живем, как в этом, ну, Туйгуру в Китае. Ну, ладно, хорошо, все я делаю, но если я переболел, нахера, мните, все эти локдауны, нахера эти карантины все и все остальное прочее. Почему я не могу посещать общественные заведения, которые, там, загибаются? Я про локдаун говорю не про сидение дома, я говорю про локдаун, про посещение общественных мест, например, общественного питания, ресторанов, спортивных клубов, которые запускают по 10 человек, а на катке, на катке, под открытым небом, в парке Самостепаново, который занимает полгектара, может, больше даже, кататься могут одновременно 10 человек только, потому что, как бы, это дистанция. А кто там сам следит, они друг к другу подъезжают там или нет? Вот мы взяли билет на всю семью, у меня вся семья же контактеры, они с дружками контактируют, тем более, они со мной жили, когда я болел. И вот они друг к другу подъезжают, обнимаются, целуются, играют в самодогонялки, они соблюдают какую-то дистанцию социальную, а кто знает, семья они там или нет? Кто это должен вот это все, собственно говоря, делать? А вообще могли, да, и главное, когда билеты покупать идешь, ну, на каток, надо маску надеть около кассы, а на каток выходишь, ты можешь там быть и без маски, потому что там 10 человек и типа дистанция соблюдает социально. Да запустите вы хер его тучу людей, только следите, чтобы они в масках все были. Вот и все. Ну, конечно, я согласен, что есть огромное количество дебилоидов, которые, значит, свой хер в виде носа вываливают поверх маски, а то все равно что-то самки трусы носить под яйцами, чтобы хер сверху торчал. Вот это примерно то же самое. Типа это показывает, что ей, да, я вот типа это соблюдаю как бы ваши дурацкие с вами требования, которые на самом деле дурацкие, действительно, но вот я как бы демонстрирую с вами протест или на подбородке с вами болтается эта маска. Нет, ребят, уж если бы маску надели, то вы ее наденьте так, как ее надо надеть. Или не надевайте ее вообще. А вы играть своих идиотов, это, мне кажется, это неправильно. На самом деле вы напрягаете людей, которые действительно с вами боятся, а я знаю, что пожилые люди очень сильно боятся. Они очень сильно боятся заболеть, потому что среди их друзей, которые постоянно и так умирают, их все меньше становится. Некоторые погибли от коронавируса и неизвестно, от чего они умерли, там, от старости, от коронавируса, а многие и понятно, что от коронавируса. И они напрягаются люди, понимаете. А те, у кого кто-то из родственников умер от коронавируса, они, понимаете, они уже все, они однозначно верят в то, что коронавирус, ну, реально, это бич вообще конкретный. А вы этих всех людей и напрягаете. Ну, не напрягайте. Если вы, ну, ты грубит, принимаете, что маску носить надо, ну, носите ее хотя бы так, как ее надо носить. Вот. Какие же ответы на те вопросы, которые я с вами задал? Да простые очень, ребят, на самом деле. Просто надо быть вменяемым сам человеком. Я больше напрощаюсь, то есть, если вы, ну, ты грубит, принимаете, носите маску. Если нарисовано где-то, соблюдайте сам дистанцию. Вот. Если вы хотите вакцинироваться, то вакцинируйтесь. Никто не запретит вам это сделать. Кто же вам это запретит? Вопрос в другом. Вопрос самый главный заключается в том, что я больше, скажем так, обращаюсь к тем, кто придумывает эту всю херню. И чтобы вы понимали, что они действительно херню придумывают. Прямо реальную. Взаимно, ну, исключающие правила, гипер, какие-то, самки, гетрофированные действия, которые направлены не на то, чтобы помочь людям защититься, а то, чтобы людей выдрессировать, прежде всего, и по любому поводу наказать. Вот это вы должны, прежде всего, понимать. Вот это важно. Если нам приходится, скажем так, адаптироваться и жить в среде, то надо приспосабливаться. Но в голове, сам сохранять то, что реально, то, о чем говорят, не работает так, как об этом это говорится, а работает совершенно по-другому. То есть сделать правильные выводы и для себя самого выстраивать самки стратегию и защиты, и поведения, и так далее. Ну, вот и все. И не вестись, и не спорить с пеной, ну, там у рта, что важнее, работает ли вакцина, не работает ли она там, нужна ли она, не нужна, и нужно ли там все это дело делать. Вы сами примите решение. Вы только наберите информации побольше из разных источников, пропустите ее через голову свою и поймите, что вам нужно. И если вы уже действительно посчитали, что вам, я просто повторяю десятый раз, но тем не менее, приходится маску носить, ну, значит, носите ее так, как надо. Вот я знаю, что мне ее приходится носить. Я в общественных местах бываю, где везде написано, без маски не обслуживаем там пятое-десятое. Ну, вот все, вот у меня с собой есть дежурная маска. Понимаете? А вообще, на самом деле, хочу сказать, в маске есть огромное количество преимуществ. Я даже, когда карантина никакого не был, вообще подумывал, что иногда маску вообще неплохо носить на лице. Вверх, как говорится, тотальные слежения, камеры, все. И это все понимали, те, кто сидят там где-то, это придумывают всякие вещи. Они запретили скрывать лицо, для того, чтобы человека можно было идентифицировать со мной на камерах. А сейчас, представляете, наоборот, надо маску везде носить, ее можно везде носить с собой. Оказывается, не надо никого там идентифицировать, сам елиться, да, следить. Наоборот, надо сам следить, а есть ли на человеке маска? Вот как интересно-то. А знаете, почему сам разрешили носить, почему сам разрешили на улице маски не носить? Думаете, это позаботились, чтобы людям дышать было легче? Да насрать хотели, как людям дышать. Я вам однозначно говорю. Их же совершенно сам не волнует, предположим, что вот человек, который сидит сам за прилавком или сам за кассой, вот я пойду, меня будет обслуживать сам девушка сейчас. Она целый день сидит в маске. Кого волнует, то это там тяжело дышать или нет. Да никого не волнует. Просто камеры слежения, которые на улице находятся, надо, чтобы они все-таки идентифицировали ваше табло. Вот. И поэтому ходите на улице без маски, люди, это можно там, да. В метро будьте без маски. Там же надо, там, даже при входе камеры стоят. Надо же всех отпечатать на эту камеру-то. Поэтому без маски не заходите. Метро, ничего страшного, все нормально. Или там в общественном транспорте нормально, все вполне нужно. Хорошо. Хотя бы вы там с жопами терлись друг об дружку. В общем, короче говоря, все, я пошел. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Салют!